Сама Кристина Потупчик, её телеграм-канал, была первоисточником вброса как минимум двух этих самых фейковых обложек. Ну, точнее, там было одно видео фейковое, другое с обложкой. И репостила ещё несколько других. Правда, когда я начал говорить в эфирах про неё, кажется, она снизила личную активность в личном телеграм-канале в этом плане. Но похоже, что она владеет или управляет целым кустом большим телеграм-каналов, которые это всё одни вбрасывают, другие репостят. Началось всё это летом, и мы увидели первую такую обложку летом. Удивились, по-моему, это был как раз журнал «Шарли Эбдо», знаменитый французский журнал «Карикатур» довольно злых. И вот первая, по-моему, была там и не про Зеленского, уже не помню точно о чём. А осенью прям как из рога изобилия посыпались. Только одних обложек «Шарли Эбдо», кажется, уже появилось порядка восьми фейковых. Есть и другие обложки других журналов – турецкого, испанского, значит, журнал «Мэд», ну и так далее. И, в общем, там такие карикатуры довольно профессионально выполнены и очень злые в отношении Украины, в основном, у Зеленского в частности, и в отношении Байдена, значит, который как бы поддерживает Украину. И отдельно ещё хочется сказать про целый фейковый нарратив, про то, что Зеленский – это чёрная дыра, которая засасывает западные ресурсы, деньги и оружие. И поэтому, значит, вот западные медиа таким вот способом говорят – прекратите давать Зеленскому и Украине все эти самые ресурсы. Они уходят, засасываются, как в чёрную дыру. И началось это всё с фейкового видео, которое было вброшено в начале октября, по-моему, или, ну, где-то так примерно, да, в начале октября. Было взято реальное видео с американского телеканала Local Foreign News, когда НАСА предлагало зрителям послушать звуки чёрной дыры. И вот там сидят двое ведущих, говорят, вот сейчас мы будем слушать эти звуки. И дальше вместо звуков чёрной дыры мы слышим кусок выступления Зеленского. Дальше там склейка, и вроде как ведущие ха-ха-ха, ну, вы понимаете, техническая ошибка, ничего не говорят, но по ним вроде как это понятно. Ну и так далее. Вот это видео разгонялось по телеграм-каналам. Мы нашли оригинальное видео, ничего там подобного нет. Если там действительно дают послушать звуки чёрной дыры, это смонтировано. И потом начали появляться и вот эти обложки, несколько как минимум обыгрывающие тему «Зеленская чёрная дыра». Потом появилась фейковая картинка с граффити в Варшаве, потом в Париже и вот буквально вчера ещё в Мадриде. Тоже обыгрывающая эту тему. То есть как будто бы какие-то художники уличные нарисовали 3D граффити. Вот фотографии этого граффити и самих художников, баллончики с краской стоят. В случае с Мадридом вчерашним, значит, там мелки, кажется. И всё это фейк. Никаких граффити не было ни в Варшаве, ни в Париже, ни в Мадриде. Это просто фейковая картинка. И всё это обыгрывает одну и ту же тему с «Зеленским чёрной дырой». И даже сделали ещё одно видео. Тоже, кстати, довольно непростая работа. И если ты не специалист, никогда ничего не заподозришь. Значит, съёмка из Германии. Значит, неизвестно, кто снимал. Ну, то есть специально замазали логотип телеканала. Тётенька какая-то говорит по-немецки. Рассказывает что-то сложное про атомную энергетику и зелёную энергетику. И тут на заднем плане у неё проезжает автобус. И на автобусе написано по-немецки «Зеленский», значит, «Шварцен лох». По-моему, так будет, простите за мой немецкий. Ну, то есть, просто «Зеленский чёрная дыра». Как будто бы реально по Берлину «Шварцесс лох», да. Ездит такой автобус. На самом деле, этот автобус, он, точнее, автобус в оригинальном видео, мы его тоже нашли, он есть, на нём ничего не написано. А вот эта надпись нанесена потом в видеоредакторе и туда добавлена. В общем, всё это довольно креативно и очень масштабно распространяется. И, к сожалению, мы, конечно, точно не знаем, насколько это работает. Но, похоже, что работает, потому что люди это берут, начинают уже сами репостить в социальных сетях. То есть, пропаганда пользуется гигантским количеством информации, в принципе, и сегментированием аудитории. И тем, что та аудитория, которую они уже обработали, которая уже попала под их влияние, она просто всё это, значит, потребляет некритично, да. А на источники, где можно было бы почитать, например, опровержение типа нашего ресурса, или просто на качественные медиа, которые, тем более в России в основном почти все заблокированы, да, они просто туда не пойдут. То есть проблема не в отсутствии опровержения, а проблема просто в том, что при таком количестве каналов достаточно завладеть вниманием своей аудитории. И если этой аудитории очень много, то ты добился своей цели. Как часто крупные государственные медиа пользуются вот этими вот источниками, как бы, используют эти источники для того, чтобы дальше вот продвигать этот миф, например, там, «Мёрзнущая Европа» или «Европа против пожертвования украинцам» или «Европа иронизирует над Зеленским». Да, вот как часто вот эти вот популярные нарративы используются, когда их, как бы, из источников, например, Кристины Потупчик или её коллег по дезинформации? Постоянно. Почти каждая из вот этих обложек, из вот этих видео, они начинают форситься в итоге федеральными СМИ. Самые главные помойки в этом смысле – это российская газета и «Известия». Вот почему-то так. То есть даже, ну, то есть, понятно, вся Пригожинская, Пригожинский куст, да, с Риафан на вершине, но, значит, как ни удивительно, не связанные с Пригожиным в федеральные СМИ, тоже это отлично форсит, там, «Комсомольская правда». Ну, вот почему-то российская газета, официальный орган печатной правительства Российской Федерации – одна из самых главных вот таких помоек. Причём довольно давно. Вот. Значит, ну, вот «Известия», там, сайты телеканалов, сами телеканалы периодически берут эти штуки для своих, значит, каких-то репортажей. Ну, если говорить о трёх крупнейших информационных агентствах России, то здесь, конечно, лидируют «Риа-новости». Ну, это, в общем, давно уже к этому всё шло, и, в общем, давно «Риа-новости» было худшим с отрывом по качеству информации и по качеству работы. Но теперь, значит, вот они сами какие-то штуки придумывают, типа, значит, болгары возмутились или итальянцы что-нибудь сказали, беря просто анонимный коммент из Твиттера человека, который якобы из Италии или якобы из Болгарии. Это вот не то, что ноу-хау, но это то, чем «Риа-новости» активно занимается.